Подготовка к празднованию 50-летия одной из самых красивых улиц Самары в разгаре. Уже установили больше сотни новых световых столбов. Приступили к ремонту фонтанов, заменили трубы и насосы. Скоро начнут реставрировать старую мозаику, которую обнаружили недавно при ремонте. Перекладывают и тротуарную плитку. Всего по плану обновить больше 10 тысяч квадратных метров. Свою лепту внесут и самарцы. Общественники вышли с инициативой материально поддержать масштабный ремонт. Каждый обновленный за счет инвесторов квадратный метр будет отмечен памятной табличкой. Порядок по укладке именной плитки будет отработан. Уже есть проект. Сейчас в данной ситуации в порядке обсуждения. Вот это все будет гласно, публично и люди об этом будут знать. Приведут в порядок и деревья. Их украсит иллюминацией. Фасады домов покрасят в единой цветовой гамме. Установят новые урны и лавочки. По поручению главы города к окончанию ремонта на Старо-Загоре не должно быть незаконных киосков, которые портят внешний вид улицы. Киоск, какой бы габаритный он ни был, надо сносить. Поручение Андреянову, главе района, значит, доложить в ближайшее время о подаче исков и о предложении к подемонтажу незаконного киоска. Значит, обратиться к прокурору района и к начальнику РОВД района с просьбой оказать административное воздействие, значит, на нарушителей. Убираем все полностью, бульвар очищаем. Управляющим компаниям поручено очистить фасады и остановки от незаконной рекламы. Раз это незаконно, мы что-то церемонимся там. Люди зарабатывают на наших площадях, они, так сказать, информируют граждан, где их предприятия находятся или их магазины. А мы все с вами как-то так это, значит, стесняемся им об этом сказать. Ну, хватит тоже. Значит, здесь надо ускоряться вам. К открытию бульвара департамент образования готовит большую праздничную программу большая ярмарка. В программе праздника русские и болгарские народные игры, песни, игровые площадки, тир, мини-гольф, шаточные бои, мастер-классы по следовыми болгарских и русских сувениров. Это браслеты, куклы-обереги и другие, выступления церквичей, гимнастов. Торжественное открытие Старой Загоры запланировано на 17 сентября. Лариса Шлафаст, Артем Сулайманов, События.